Во время чтения Нового Завета в голове сплошная неразбериха и непонимание прочитанного. Отчего это? Недостаток знаний? Или со мной что-то не так? Или может нужно начать с Ветхого Завета? Сергей пишет. Не, если вы начнете с Ветхого, то вы вообще запутаетесь. У вас будет полный ступор. Хотя некоторые избранные вещи нужно читать. Там же просто истории некоторые описаны. История Самуила, история Давида, история Иосифа. Они очень интересны. Поэтому избирательно читайте Ветхий Завет тоже. Но, пожалуйста, знаете что? Вы, пожалуйста, усердно, горячо помолитесь Богу. Говорит, вот я Иисусе сладчайший, вот и держу твою книгу. Вот книга слов твоих, вот книга про тебя. Господи, открой мне глаза, чтобы я видел тебя вот в этих страницах, в этих буквах. Открой мне сердце, чтобы я понимал, что это. Эти слова – это огонь. Этим огнем сожги во мне всякую страсть, всякий недуг, всякую нечисть. Попали огнем благодати твоей, вот всю нечисть во мне. И открой мне очи сердца и очи ума, чтобы я понимал твои слова, и радовался, и чувствовал твоё присутствие, и жил по ним, и носил их в себе. Короче, так или иначе, начинайте своё чтение с внимательной молитвы. Потом прочитали кусочек, допустим, 10 стихов. Остановитесь, ещё помолитесь. Что это? Как это? Не понимаю. И ещё раз их прочитайте. И ещё, короче, пошите эту ниву, пошите, потом из этих расколовшихся, как бы вскрытых буквочек засияет вам свет нетварной энергии, божественной благодати, которая попалит ваши грехи, озарит ваш помысел. То есть над Писанием нужно трудиться. Его нельзя просто читать, как газету в парке сел, почитал. Надо трудиться над ним, запоминать, изучать, вымаливать у Бога понимание. Сергей, вот на это Христос да благословит вас. Продолжение следует...